Открытая студия Вадим Николаевич, здравствуйте Здравствуйте, Николай Рад вас приветствовать у нас снова в гостях Традиционный вопрос для каждого из тех, кто прибывает к нам в 2020 году Уже после января месяца Это как ваше здоровье, как ваше самочувствие и настроение, конечно же Великолепно, настроение и самочувствие Я так понимаю, что вне зависимости от всех пандемических завод Работа кипит, работа продолжается У нас сегодня очень много информации, которую хотелось бы обсудить И, к сожалению, очень мало времени на все про все 28 минут Я напомню, что вещаем мы в прямом эфире Поэтому у вас, уважаемые, всегда есть возможность подключиться к нашей беседе Задать вопрос нашему гостю или прокомментировать тематику Которая будет обозначена через пару мгновений самостоятельно Достаточно дозвониться по номеру телефона 99 45 45 И мы обязательно ответим на ваш звонок И постараемся прокомментировать все вами сказанное Сегодня мы поговорим в первую очередь Затронем тему, которую мы уже успели обсудить Где-то обходили ее Точнее, успели ее обкатать Если можно так вот грубо выразиться Сегодня хотелось бы поговорить о ней поподробнее Так как она актуальнее всего именно на момент времени Мы поговорим о выплатах семьям с детьми до 3 лет И о выплатах семьям с детьми от 3 до 16 лет, соответственно Дабы освежить в памяти у самого себя Мы с Вадимом Николаевичем пообщались За эфиром немножечко И я имел представление И имел возможность вспомнить О том, что в апреле все это стартовало С некоторыми изменениями от 11 мая по указу президента Ну, давайте по порядку Напомним, о чем идет сейчас речь Да, Николай, стартовал это в апреле Действительно, изначально была предусмотрена Только одна выплата ежемесячная В размере 5000 рублей Детям с семьи Семьям с детьми до 3 лет От 0 до 3 лет И только тем, кто имел право на материнский семейный капитал То есть заявительницей являлась мама В исключительных случаях отец Когда он являлся держателем сертификата И продолжалось это ровно до 11 мая Когда были внесены изменения в 249 указ И добавлена категория, которая выпала Скажем так, из мер социальной поддержки Семьям с детьми Это семьи, где есть один ребенок Рожденный с 1 апреля 2017 года По 1 января 2020 года То есть эта категория не учитывалась ранее Но по новому указу президента Ее решили вернуть Ее решили добавить Да, совершенно верно И теперь практически любая семья Имеющая гражданство Российской Федерации Ребенок и ее заявитель И проживающие на территории Российской Федерации Имеют право на ежемесячную выплату в 5000 рублей Любая семья с ребенком от 0 до 3 лет Замечательно Именно в апреле все это стартовало Вопрос, естественно, не будет стоять таким образом Когда же все это прекратится Надеемся, что этого не произойдет Ожидают ли нас какие-то изменения в этой категории? Может быть дополнительное постановление, новый указ Или расширение линейки выплат? Ну, пока таких данных у нас нет Именно о расширении, о продлении Единственное, что четко обозначены границы Это апрель, май и июнь Что касается 5000, это ежемесячные выплаты И заявление можно подать до 1 октября Это вот пока зафиксировано Также с 11 мая была введена еще одна выплата Для семей с детьми от 3 до 16 лет Она выплачивается одномоментно 10 тысяч рублей, да, то есть не ежемесячно Ну, видимо, детям от 3 лет нужно уже чуточку меньше ухода и внимания Вообще, конечно же, потрясающе, что все это происходит На момент времени сразу возникает вопрос Были какие-то сложности с коммуникацией, со связью с людьми Из-за сложившейся ситуации в стране и в мире ввиду пандемии? Да, конечно Ввиду всех ограничений, введенных в связи с пандемией Не было возможности у людей Обратиться непосредственно в клиентские службы Так как ввели приемы только по заблаговременной записи И только по тем услугам, которые не могут быть оказаны в электронном виде Поэтому много было звонков Мы ввели широкую разъяснительную работу Отвечали на звонки У нас горячие линии буквально раскалялись Звонков для того, чтобы мы могли пояснить людям Кто имеет право, как нужно обратиться Как правильно обратиться Это была, конечно, грандиозная работа, проведенная пенсионным фондом Но, я думаю, мы успешно справились с ней Тем не менее, остаются люди, которые при заполнении заявлений ошибаются каким-то образом Мы сейчас к формулировкам вернемся Вот что любопытное еще Это постановление охватило все регионы Российской Федерации То есть выплаты стартовали в обозначенные сроки моментально по всей стране? Да, конечно, везде, по всей стране А просто я почему-то спрашиваю Бывает, чем отдаленный регион Иногда позже приходят приятные и благоприятные инновации Иногда наоборот Мурманский и Мурманская область сейчас становились пионерами В разного рода направлениях отрасли Как от экономики до социального развития Но в этот раз получилось так, что старт прошел успешно и для всех Какие сложности у людей могут возникать при составлении необходимых документов? Ну, самая главная сложность – это заполнение банковских реквизитов При оформлении документов именно через сайт Госуслуг Потому что не все понимают, что счет должен принадлежать именно заявителю Многие как делают? Ну, заполняет мама, допустим, на выплату на 10 тысяч, на единовременно то же самое А счет на папу? А счет на папу, да, карточка папина, допустим, либо ошибаются в каких-то цифрах счета Либо еще какие-то неточности допускают Естественно, деньги возвращаются, потому что вот четко хочу обозначить Это адресно, заявительно, да, характер носит выплаты Не так, что всем выплачивается, а кто заявил То есть, если я заявила мама, то, естественно, счет должен быть мамой Потому что мы перечисляем на имя мамы, на имя заявительницы И в банке, когда деньги приходят, естественно, сравнивают владельца счета То есть, кому принадлежит счет И если он не принадлежит этой самой маме под ее фамилией, именем и отчеством То возврат происходит денег в пенсионный фонд То есть, как в небольшом местечковом магазине прийти и оплатить товар, переведя деньги на карту кассирша Конкретно здесь не получится Заявительный момент – это очень важно И я убежден, что это наверняка все прописано Но в действительности, когда речь заходит о связи человека с таким большим и монструозным инструментом, как бюрократия Но в любое его проявление, в электронном виде или в классическом документативном Конечно, часто возникают какие-то трудности Я знаю, что сейчас каждая из подобных систем, где человеку необходимо взаимодействовать с большим перечнем документов Она сильно упрощена То есть, мы переходим в виртуальное пространство Очень много электронных документов появилось В принципе, их объемы сокращаются Но все же требуются какие-то дополнительные профильные знания Для того, чтобы понять, как составлять этот документ Или основной камень преткновения – это банальная невнимательность? Скорее банальная невнимательность Нужно внимательно читать поля, в которые вы заносите информацию Всегда есть комментарии, что именно и в какой форме должно быть занесено в это поле Сейчас уже делают такие защиты, что невозможно просто в другом формате ввести Но, тем не менее, бывает, что все равно допускают ошибки Мы встречали такие вот заявления, допустим, когда вместо реестровой записи четко написано Реестровая запись актовая нужна Вводили номер свидетельства Или номер телефона даже вводили Даже номер телефона То есть, вот на это нужно внимание обращать Смотрите, что в комментарии под полем написано Что именно там должно быть И именно эту информацию нужно заносить Уже по Мурманску области зарегистрировано большое количество успешных выплат? Грандиозное количество Мы на самом деле охват большой Уже 90% По крайней мере по единовременной выплате Вот это по 10 тысячам достигли Вот по 5 тысячам удовлетворено 19 тысяч Ну, порядка даже 20 уже скажу на данный момент 20 тысяч заявлений Да, уже 20 тысяч заявлений И выплачено 303 миллиона 840 тысяч По 10 тысячам единовременно 77 тысяч Более 77 тысяч удовлетворено На 103 тысячи детей И выплачено 1 миллиард на 37 миллионов Солидная сумма Ничего не скажешь Надеюсь, запас еще есть Для тех, кто еще не успел подать документы Да, я еще раз хочу обратить внимание Что все-таки это деньги не из материнского капитала Чтобы не переживали мамочки Что это не будет никоим образом не списано с их счета Это деньги федеральные Целенаправленные на поддержку То есть нашего населения Семей с детьми В момент пандемии То есть давайте так Обозначим достаточно важный момент Чтобы никто вдруг, не дай бог, не перепутал Номер телефона никуда свой не ввел лишний раз И понимал Речь идет Я не хочу называть ее акцией Хочу называть, может быть, мера поддержки Будет правильно сказано Которая идет в дополнение Это новая ветвь развития Не видоизменяющий уже существующий момент Связанный с материнским капиталом Да, это новая выплата Это именно в поддержку Семьям с детьми Кроме каких-то ошибок Которые люди могли допустить В заполнении документов Могут быть еще какие-то случаи Когда заявка будет не принята Если, ну, при условии Что соблюдены два основных столпа Все, кто присылает документы Являются гражданами Российской Федерации И проживают там же Есть еще ограничения То есть не должно быть лишен Родительских прав заявитель по отношению к ребенку Есть еще такая категория Это ни в коем случае не ошибка Я хотел бы обратить внимание еще раз Что есть счастливые обладатели двух выплат Это у тех, у кого ребенок родился С 1 апреля по 30 июня 2020 года Не родился, точнее достиг трехлетнего возраста Достиг трехлетнего возраста То есть он на период какого-то из месяцев Апреля, мая, либо июня Еще был и двухлетним И одновременно уже стал трехлетним То есть до трех лет он имеет право Вот ровно по тот месяц Когда ему исполнилось 3 года На 5 тысяч То есть, допустим, в мае Исполняется 3 года Он имеет право на 5 тысяч в апреле На 5 тысяч в мае в полном объеме Но в июне уже утрачивает на 5 тысяч Но зато имеет право на 10 тысяч Самую большую выплату можно получить То есть тем детям, которые рождены в июне Они получают 15 тысяч по месяцу И 10 тысяч единовременно Стоит искренне надеяться, что среди молодых родителей Есть ушлые математики Которые очень грамотно провели когда-то лето Чтобы порадовать свое чадо именно в 2020 году Дополнительные меры поддержки, которые оказаны нашему селению Я думаю, что вызвали исключительно положительные реакции Вы сказали, что горячие линии разрывались Людей волновали только моменты, связанные с грамотным оформлением документов Или были вопросы, например, у тех, кто уехал в отпуск Неправильно оформил заявку Деньги ему не пришли И он теперь не знает, как поступить Создавать документы заново или что? Были такие вопросы Таких людей мы и сами старались найти Естественно, если у нас данные есть И мы получили деньги из банка Мы стараемся найти человека В отпуске, он не в отпуске Мы обзваниваем по всем известным нам телефонам Ищем какие-то родственные связи и так далее Деньги мы должны доставить в срок Ваш случай, если человека никак невозможно разыскать? Если невозможно разыскать Я бы, вот если нас слышат Я попросил бы к нам позвонить И обозначиться Если вы подавали заявление И не получили еще денег То есть это значит, что что-то не так Потому что мы осуществляем перечисление Буквально на следующий день После удовлетворения заявления Деньги должны приходить моментально Мы не держим регламентные какие-то сроки А выплачиваем прям по конвейеру Вот это был буквально мой следующий вопрос Как долго ожидать вообще выплату? Что ж, если вы правильно оформили документы Вы уже счастливый обладатель На этой дополнительной выплаты Если вы до сих пор ее не получили Хотя убеждены в том, что написали Все верно, все грамотно заполнили И выслали по нужным адресам Значит, где-то произошла ошибка И, возможно, один из тех номеров Незнакомых, которые пытаются до вас дозвониться Это как раз Пенсионный фонд России Который очень хочет вас разыскать И осчастливить финансовым вознаграждением Продолжим нашу беседу Мы уже по завершении рекламного блога Который будет вот буквально прямо сейчас Выйдет в эфирную сетку вещания Так что через полторы минуты Мы продолжим беседу Не переключайте FM-волну и свой телеканал Реклама Продолжает говорить Показывать открытая студия Совместный проект радио-рекорд И телеканала Арктик ТВ Я ее ведущий Николай Дукмас В гостях у нас сегодня Управляющий отделением Пенсионного фонда России По Мурманской области Вадим Николаевич Корнов Для тех, кто присоединился к нам только что Напомню еще раз Что открытая студия Выходит в прямом эфире А это значит, что у вас есть возможность Дозвониться до нас Задать свой вопрос нашему гостю Или прокомментировать тематику самостоятельно Сделав это, набрав короткий номер телефона 99-45-45 В первой половине программы Мы достаточно широко Наверное, уже максимально широко Насколько возможно Рассмотрели вопрос о выплатах Семьям с детьми до 3 лет И на выплатах с детьми от 3 до 5 лет Узнали все необходимые нюансы Если аккумулировать всю информацию Которую мы успели выяснить Самое главное Это грамотно оформлять документы Отправлять их на сайте Госуслуг И если все было сделано верно То уже буквально на следующий день Вы станете счастливым обладателем этих выплат Если вдруг выплаты вам не пришли По какой-то причине с вами не смогли связаться Не нашли ваш номер телефона Или, ну, всякое может быть Тогда вам необходимо Подать заявку еще раз Или дозвониться до Пенсионного фонда России И поинтересоваться, почему так произошло Наверняка, как раз-таки, ваша заявка На рассмотрение была Что-то пошло не так И все еще можно исправить Благо, время есть Ну, время Понятие растяжимое Чаще всего, когда Заводится какой-то проект Или заводится какая-то перемена Иногда возникают Подводные камни Иногда возникают Какие-то неприятные ситуации Иногда хорошего рода Иногда нет К чему я веду Расскажу уже после того Как отвечем на телефонный звонок Алло Здравствуйте, можно задавать вопрос? Здравствуйте Если представитесь, то можно Хомякова Лариса Федоровна Здравствуйте, Лариса Федоровна Слушаем вас Хочу такой вопрос задать Скажите, вот Если ребенку сейчас 4,5 А вот эти выплаты, которые То 6,5 говорили Это пособие, которое идет От 3 лет до 16 Это когда будет? Если сейчас ребенку 4,5 То есть, если вы подадите заявление На сайте госуслуг То буквально через Ну, дней 5, наверное, после подачи Смотря как Смотря как это заявление попадет нам в систему Оно будет удовлетворено И деньги сразу же пилам перечислены Ну, в смысле, они будут с 3 до 16 лет, правильно? Нет, это единовременно 10 тысяч просто тем детям Которые сейчас вот находятся В возрастном диапазоне От 3 до 16 лет Да, но мне дочка получила Один раз Один 10 тысяч Все верно 10 тысяч это Единовременная выплата Детям от 3 до 16 лет Один раз Детям от 0 до 3 лет Ежемесячная выплата идет Да, по 3 тысячи Лариса Федоровна, надеюсь, удовлетворительно ответили на ваш вопрос Спасибо большое, что дозвонились до нас Наверное, этот момент стоило во второй половине программы Проговорить еще раз, чтобы люди не путались Конечно же, в идеале было бы получать по 10 тысяч На протяжении 13 лет жизни ребенка От 3 до 16 лет Я бы даже, наверное, посвятовал, что стал чуточку старше Я бы тоже хотел такое дополнение Но, к сожалению, с, наверное, сквитологической, экономической, финансовой Два дефиса в одном слове На точке зрения Такое невозможно Детям от 0 до 3 лет идет выплата 5 тысяч ежемесячно В течение 3 месяцев В течение 3 месяцев этого постановления Как только ребенок достигает возраста от 3 до 16 лет Вы получаете лишь одну выплату Но единоразово Совершенно верно Я хотел, пока вы здесь, с нами Узнать еще некоторые моменты Которые мы успевали обсудить в прошлый раз Касались этих вопросов И на летний период Как раз выпало у нас на весенний-летний период Вот это выпало неурядица Буду называть ее так Уже слишком много трагизма в СМИ, связанного с пандемией Выпало у нас это неурядица Много из-за этого немножко становилось Где-то пришлось что-то сместить Сроки и так далее Обязательно переход на банковскую карту МИР И насколько мне показывает ЛИД Подготовленный до программы То сроки продлились до 1 октября Срок не продляли Скажем так Срок остался в законодательстве тот же самый Окончание переходного этапа На национальную платежную систему МИР Остается все прежним 1 июля этого года 1 июля, но 1 июля этого года Но Центробанк выпустил письмо официальное О том, что в связи с ситуацией вирусной Он не будет штрафовать кредитные учреждения За невыполнение этих условий То есть не гражданам даже А вот именно банки Потому что непосредственно банки должны исполнять Не пенсионный фонд Не работодатель перечислять там вот именно на карту МИР А банк не должен зачислять пенсии, пособия и так далее На какие-то счета, к которым привязаны карты других национальных платежных систем То есть никакие штрафные санкции их не коснутся в связи с этой ситуацией Вплоть до 1 октября? Да, до 1 октября этого года Вот отсрочку такую, скажем так, далее Но я бы порекомендовал все равно заботиться вот этим Несмотря на то, что именно к банкам, обращаясь коммерческим Центробанк выпустил такое письмо То есть гражданам все-таки по возможности Естественно, соблюдая все меры предосторожности Следя за своим здоровьем Соблюдая дистанцию социальную и так далее Полтора метра, не меньше Все-таки постараться завести себе карту МИР И подать электронное заявление через сайт Госуслуг На смену достаточно, так скажем, информации Вообще достаточно солидное продление Получается целый сезон в 3 месяца Это связано с тем, что как раз-таки Вот точечных микроманипуляций С всем этим бюрократическим аппаратом Их будет достаточно много для такого эффектного перехода Конечно В таком случае еще раз напомним О непосредственно приобретении карты МИР В прошлый раз очень здорово, что мы эту тему успели коснуться И рассказать некоторым нашим пенсионерам Кто особенно волнительно к этому вопросу подходил Многие считали, что в обязательном порядке Необходимо бежать, заводить себе эту карту Особенно переживали те, кто кому на пенсионные выплаты Приносят непосредственно на дом Для этой категории граждан, насколько я помню Вы тогда сказали, что ничего не меняется Я так понимаю, что негативных изменений в этом вопросе тоже не произошло Совершенно верно, Николай То есть те, кто получает на почте Либо сами лично в отделении почтовой связи Либо приносят на дом почтальоны Это вообще никак не касается Касается только тех пенсионеров, которые получают на счета в банках И именно к которым, к этому счету привязана какая-то другая карта Другой какой-то платежной системы Отличной от мира Вот только их касается, больше никого Даже не касается тех, кто получает на какие-то сберсчета Которым не привязаны карты вообще Ну, бывает, на сберкнижку Конечно, по классике Да, по классике на сберкнижку кто получает Это ни в коем случае тоже на них не распространяется Я для чего в очередной раз прошу это проговорить Потому как мы сами ее видим Вот даже сегодня могли наблюдать Как иногда информацию Сколько бы мы ее ни доносили, ни обсуждали Ее в любом случае слишком много Мы сейчас живем в таком мире Информационные потоки настолько стремительны Что даже человек, который говорит, что Я избегаю гаджетов, любых соцсетей, инфобордов и прочих площадок Я вообще живу в лесу, смотрю на сосну Все, я больше ни на что не обращаю внимания Даже эти люди в любом случае получают огромный поток информации Все в голове удержать невозможно Поэтому уж не осуждайте и не обижайтесь Что вокруг одного и того же ходим Как в поговорке, вокруг да около В любом случае полезно это запомнить И лишний раз себя не накручивать и не переживать Еще один момент Наверное, в последнее время у нас уже, к сожалению, не так много Осталось в завершении программ Это электронные трудовые книжки Здесь были какие-то изменения в связи с пандемией? В электронных трудовых книжках все, в принципе, осталось для работников так же Для работников? Да, для работников в первую очередь Все так же, вот этот срок, который вот-вот уже наступит 30 июня Это последний день, когда их должны предупредить работодатели О том, что переход осуществляется такой И они имеют право остаться на бумажном носителе Либо перейти на электронную трудовую книжку Здесь все осталось Никаких сдвижек там по срокам, ничего не было Единственное, изменили срок для работодателей Если раньше они только с 1 января 2021 года Должны были уведомлять пенсионный фонд То есть задавать сведения о трудовой деятельности На следующий день после увольнения Либо приема человека на работу То сейчас в связи с ситуацией И в связи с необходимостью Моментально отслеживать То есть какие-то увольнения Приемы на работу в связи с пандемией Эти сроки сдвинули И уже с 27 апреля работодатели на следующий день Обещают пенсионный фонд о том, что кто-то либо уволен Либо принят на работу А в остальном все осталось все так же Пришлось откинуть срок Этот буквально опередить его практически на год Ну не на год, естественно, но в промежуток времени Все-таки 20-й год, апрель Потому как пошло Был момент пика повального увольнения людей Кто-то пытался на этом каким-то образом Грубо выражать, промахинировать Кто-то действительно оказался в патовой ситуации Когда невозможно было поступить иначе Получается сейчас Пенсионный фонд России получает информацию Буквально ежесекунду На следующий день Как только это произошло Все, сразу поступают маячки Сразу поступают уведомления Всегда в курсе Но у работодателя в любом случае Это так, мы немножко отвлеклись от темы Есть еще 8 дней Когда они официально должны предупредить Всех своих работников Хотя наверняка каждый заинтересованный работник Уже в курсе о том, что он может это сделать И опять же важный момент У человека есть право оставить Классический вариант Так называемый твердый переплет Который можно хранить прямо у сердца И гордиться всеми записями своей трудовой книжки Не переходя на это На современные цифровые технологии Да, совершенно верно, осталось Но только не у тех, кто устраивается на работу впервые С первого января 2021 года У них права такого уже не будет Вот я к чему И этот срок, который был для тех, кто устраивается на работу впервые Он остался также первым январем 2021 года Такой остался срок, да Ну что ж, остается только надеяться, что все работают Вы знаете, в период пандемии и тяжелых ситуаций Когда люди либо активно находятся в поиске работы Либо переосмысливают вообще свою занятость И хочется на эту тему очень по-доброму пошутить Что, наверное, к январю 2021 года Тех, кто впервые устраивается на работу Не будет вообще Так как все будут уже заняты в какой-либо роде деятельности Мир меняется, мы вместе с ним Однако не меняются Меняются и сроки Меняются необходимые меры Но происходят по-прежнему нужные выплаты И лишние переживания Особенно, повторимся, к нашим пенсионерам Он тоже испытывать не приходится Я думаю, на этом все Мы успели с вами обсудить сегодня то, что нам было необходимо Если будут какие-то изменения категоричного рода Все мы знаем, что летний период он таков Он очень, скажем так, падок на различного рода изменения В самых разных аспектах нашей жизнедеятельности Социального устроя Обязательно позовем я вас еще раз в гости Напомню всем нашим радиослушателям Что в гостях у нас был управляющий отделением Пенсионного фонда России по Мурманской области Вадим Николаевич Корнов На этом «Открытая студия» завершает свое обещание Огромное спасибо, что были у нас в гостях Спасибо вам Всего хорошего Открытая студия Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!